здравствуйте меня зовут романах андрей кочетов вот я служу в городской епархии православном храме в честь Владимирской иконы божией матери наша страна сейчас находится переживает вернее сказать нелегкое время наши парни продолжают дело наших прадедов дедов борется с фашизмом национализмом в общем с этой чумой которая хочет опять завоевать весь мир насадить свои ценности которые не соответствуют с ценностями нашей страны традиции которые не соответствуют нашей стране да и вообще не соответствует общечеловеческим ценностям надеюсь вы понимаете о чем я говорю ну и наверное сейчас практически мало семей которых не коснулось вот это беда наверное да когда наши парни братья сестры отцы мужья племянники идут на фронт кто-то добровольно кто-то по призыву кто-то подписывает контракт чтобы идти защищать наши традиции ценности страну отечества в том числе и наша семья вот семья кочетовых также явилась участником этих событий вот на фотографии мой племянник это сын моего дверного брата андрей кочетов мы с ним и тезки однофамильцы долгое время не мог себя найти здесь в миру не мог найти профессию и решил связать свою судьбу жизнь с армией он служил отслужил положенный срок и решил дальше подписать контракт то есть остаться на воинской службе служил 96 бригаде если правильно выражаюсь с армией бригады разведка вот он в основном занимался радио я тоже могу неправильно говорить термин тер термин вот секретная секретная связь и когда пришло время призыва на и своего он не отказался хотя вот у него отец мой дверный брат вот до сих пор является председателем земского собрания большеболтинского района то есть высокопоставленный человек который мог бы его как сейчас говорят мазать оставить говорить но андрей отличался таким характером правда любец патриот ну и все что можно сказать про настоящего мужчину вот это андрей вот у него жена на детей в общем-то не успели родить вот пришел первый раз в отпуск второй раз в отпуск пришел много всего рассказывал которого конечно не буду рассказывать подробности то что там с обратным говорил многие из вас знают как там тяжело как гибнут их сослуживцы как они их забирают с боли боя отправляют домой в общем все это страшно конечно война правда андрею предлагали много раз остаться продолжить здесь мирную жизнь но навсегда отвечал нет там мои парни я не могу как им буду глаза смотреть ну и так далее настоящий мужчина воин они понимают эти слова вот и очередной раз пошел выполнять свою задачу воинскую я точно не помню где они были по моему где-то то ли в районе то ли луганской области то ли донецк где-то на донбассе вот прилетел хаймерс две ракеты как потом показал расследование местные жители сдали координаты и два парня погибло вот он все они нижегородцы оба вот привезли андрея спустя уже 40 дней и так получилось что хоронили его на праздник среди не господня я попросил свою знакомую не буду называть ее фамилию имя но могу сказать что человек духовной жизни которые накормляется у духовных людей настоящих духовных людей которые в затворе находятся это такие 90-летние бывшие митрополиты там архиепископы у них есть свой скит который даже мне на не говорит дед скид находится последние дни своей жизни там они проводят молитвы затворе настоящим затворе настоящий молитве кто в теме тот понимает и вот она мне спустя наверно месяц рассказала такой сон о котором она конечно посоветовалась с этими духовными отцами и они сказали что это сон но от бога так скажем и благословили рассказать мне снится и сон вижу горит я воина высокого андрея был ростом если не ошибаюсь 2 10 2 14 это вот так она его глаза никогда не виделась только по моей просьбе молилась за упокой он был в белой такой форме как вот но защитный тогда обмандирование белая она спрашивает и кто вот я андрей кочетов а почему ты в белой форме отвечает а мы ведь все здесь в белой форме мы сейчас воины христовы вот я будучи священником конечно но все понимаю и сердцем и умом что есть огромная жизнь да что нет больше любви кто положит душу свою за други своя то есть все понимаю вроде но переживал тяжело вот эту смерть андрея больше психологически вот так вот виде родителей его близких там люди ну не совсем церковные верующие но не совсем церковные поэтому тяжеловато было смотреть осознавать приходилось много беседовать с ними и вот он говорит этой женщине андрей то во сне передай горит андрею она какому андрею много андреев знакомых нашим андрею священника которых он имел ввиду меня пускай не переживает за меня у меня все хорошо и у всех у нас здесь все хорошо и начал перечислять очень очень много имен можно только догадываться наверное погибший парня и говорит ягод раньше не верил в бога он действительно был него церковленный человек в храм не ходил так вот с родителями может иногда по их просьбе могут нас лично здесь господь встречал выгод еще верующие вы верите а могут его в лицо увидели и видим и потом передал такую просьбу купи говорит на этой женщине купи говорит 500 поясков живой помощи передай нашим парням пускай они носят эти пояски и все у них будет хорошо вот эту просьбу выполнили купили 500 поясков передали через командира 26 бригады но самое интересное то что когда я спросил у этого командира а сколько у вас парней там находится вот где андрей то был и он ответил 496 удивительное такое подтверждение опять же этого с надо затем андрей сказал что маме передай какая она молодец что выдержала мужественного прощания похороны действительно вот мама и у андрея люба она на людях ни одной слезинки не проронила стояла конечно вся такая грумая понятно беда горе но говорила всем я не буду в соплях хоронить моего сына на меня герой он погиб за россию вот такой случай которым я хотел с вами поделиться поэтому кто еще сомневается не сомневайтесь бог есть это жизнь есть и парни гибнут за родину отдавая свою жизнь за други свои как написано в евангелии этому не верьте не сомневайтесь молитесь за них мы-то еще пока верим да молимся ожидаем в надежде живем в вере они уже там дома с богом но все равно продолжают нас с вами защищать аминь 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 и богу слава аминь 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 а там с нет у неишка